Мой брат Гриша родился в Москве на Средней Переславке, в доме 16. Двор был очень большой, дом двухэтажный, деревянный. Никаких удобств, все удобства были на улице. У него одна мать только, и вот и моя мать. Две женщины, которые нас воспитывали, и меня, и его. Больше никого не было. Отец после войны прожил здесь год, наверное, и уехал. Так что мы были все вдвоем. Я вошла в эту семью в 23 года. Гриша в это время был 14. Он был подростком, учился в школе. Хорошо учился и любил очень переодеваться. И мама его отвела в дом пионеров в театральный кружок. Там он занимался. Дома всегда делал спектакли. Вот переодевался. Моих детей к этому призывал. Учил их, как себя вести, как разговаривать. Ну и после школы он поступил в ИТИС. Учил их, как разговаривать. Учил их, как разговаривать. Учил их, как разговаривать. Это было много лет назад. Тогда проводилось много конкурсов артистов из страны. Один год всевсоюзный конкурс, следующий год, через год всероссийский. Мы все там встречались, у каждого из нас были свои номера, артисты, которых мы готовили. Вот там встретились еще молодые, энергичные, шумные, у каждого были свои какие-то тараканы, проблемы. Там мы и познакомились. Гриша был удивительный человек, он всегда был в жизни радостный, всегда улыбался, он радовался, умел радоваться, получал удовольствие, успехом друзей. Он сам создавал большие мероприятия, у него была такая склонность, звезды среди звезд. Он не выдавал скороспелки, сегодня все на ходу делается. Молодая режиссура очень шустрая, я не говорю плохая, может быть и талантливая, но очень шустрая, быстрая, неглубокая. Был какой-то момент, я не помню, то ли это было уже на поступлении, то ли уже во время учебы, когда им задали задание, в общем, раздали слова, там какие-то простенькие, вроде междометий, там чух-чух, что-то такое. И нужно было составить рассказ. И папа составил рассказ про то, как едет поезд, и на него смотрит маленький мальчик. И в конце была фраза, что мы и не знали, что этот вот маленький мальчик на самом деле будущий конструктор поездов и все такое. И его даже спросили, это все правда так было, то есть он говорит, нет, я все это выдумал, то есть так убедительно рассказал. Когда Аяна должна была родиться, ну и родилась, Гриша с ума сходила, просто с ума сходила, буквально. То есть он туда ездил, он отслеживал такие вещи, что это касается только женщин. Как вообще ребенка, как поднимать, как чего, говорит. Я говорю, слушай, что ты так вмикаешь, там есть мать, там есть бабушка, уж такие-то вещи, консультацию. И он молился на эту бабушку, что она хорошо относится к Яну. А как, я говорю, а как иначе это может быть? Как иначе может быть, чтобы бабушка плохо относилась? Он трепетал. Он, значит, все для них, все. Когда мы с папой сидели и играли в карты на балконе, и меня неожиданно подлетела оса, укусила. Папа так разволновался просто. Он все так волновался, когда что-нибудь такое происходило. Там либо меня укачивал, сразу бежал так с пакетиками, чтобы как-то... Такая забота была прям... Совсем-совсем забота. Вот. Ну, честно говоря, он был счастлив, когда у нас с ним были хорошие отношения, когда мы не ссорились. Мне кажется, он был счастлив, в принципе. Он был счастлив, когда проводил хорошо мероприятие. Очень счастливым голосом всегда звонил и сообщал об успехах на работе, потому что любил работу. Он говорил, я не могу без работы. На отдыхе тоже бывал счастливым. Правда, вот на отдыхе иногда бы не знал, чем заняться. Ну, ему казалось, что как-то больше трех дней отдыхать, это как-то очень трудно. Хочется как бы... Можно сказать, трудоголиком в каком-то плане был. Да, он понимал, он говорил, я вот не знаю, если у меня не будет работа, что я буду делать, вообще не знаю. Просто не знаю. Это как главное занятие жизни, можно сказать. То есть, любил работу свою очень. Ну, как-то всегда находил время, в общем-то, на общение, на все. То есть, несмотря на работу, мог что-то отменить, если что-то нужно и так далее. Поэтому это, наверное, не было так заметно. Знаете, он довольно закрытый был человек. Так я помню, что я встречал его, грустного, что-то у него дома не ладило с семейной жизнью. Потом встретил шумного, озорного, всего сияющего, с надеждами. Он создал семью. Он пылал, он готовился взять новый вершин. Было такое. При всей его скромности довольно, застенчивости. А тут вот его... Каждому из нас, наверное, нужно немножко счастье. Вот сказать дом, как дом, как институт, дом, у него этого не было. И вот так как-то вся жизнь это было. Поэтому он не пытался, а для чего, а для чего он столько работает, а для чего он... Вот он на нашу семью свою, понимаете, тепло переносил. Ну, они были разные люди, в принципе, но... Ну, как-то всегда старались все равно найти какой-то такой баланс, скажем так, в общении, чтобы не ссориться. Хотя порой это трудно давалось. На самом деле, даже не всегда мне порой это давалось легко. Потому что, ну, были трудности в некоторых общении, когда люди не всегда друг друга так хорошо и правильно слышат, что, наверное, я, что папа. Так что всякое бывало. Ну, наверное, это у всех так. Это очевидно. Ну, мама Гришина была очень душевный человек, доброжелательный. У нее никакой бы человек ни был, он всегда для нее хорош. Вообще, воспитанный в такой семье, которая никогда в жизни никому не делала зла, никого не осуждала никогда. Что мама, что тетя, которые с большим добром относились к людям. Поэтому и Гриша такой. Так был воспитан, так он и вырос. И так же он ко всем по-доброму относился. Он мог, конечно, быть очень экспансивным. Холерический у него был нрав, он мог вспыхнуть. Но потом он чувствовал, что он переживал, иногда даже как-то извинялся. Гришу отличала одна существенная особенность. Он был поэтом. По каждому поводу у него были какие-то стихи. Добрые, трогательные, разные. Он молился на юную Моису, поэтессу. Он был увлечен ею. Ведь театрализованное представление, оно состоит из крупиц. Капелька, капелька, капелька. И выстраивается какая-то очень непростая и важная сюжетная линия, дающая взгляд зрителям на все, что он делает сегодня. Для чего он это делает. Вот из этих крупинок и вырастает театрализованное представление. Атмосфера. А если он был поэт, то те вещи, что он делал, мне казались, что они несколько такие поэтичные. Папа еще мне очень рассказывал, что он первый провел какое-то мероприятие на Красной площади. И что он там вел один, без помощников. Но, к сожалению, я не помню, какой именно. И мы с ним познакомились на одной большой работе на Красной площади. Он был главным режиссером, а я постановщиком номеров. Это было еще где-то в 90-е годы. Там звезды эстрады были мировой. Там он возглавлял всю эту историю. И была группа режиссеров, которые работали. Ну что, он хорошо это делал. Хорошо, ответственно. И всегда он такой поэтичный был парень. Смерть матери он переживал очень тяжело. И мало того, что он соблюдал всю, так сказать, еврейскую традицию, целый год вообще он очень-очень переживал. С матерью у него очень были тесные духовные связи. В 2000 году Гриша решил уехать в Германию. В общем, проводили мы его. Но очень скоро он вернулся обратно. Квартира была за ним. Поэтому он вернулся. И сначала, конечно, он был... Небольшое время не видел. А в 2000 году как раз МИОС же начался. И когда он приехал и узнал, что здесь рядом, он обратился туда. И, в общем, вся вот эта культурная деятельность была на вечернем встрече. С одной стороны, он не сомневался, что он успешен. Но при этом ему казалось, что это в последнее особенное время он говорил, а зачем мне вот это все... То есть как бы это уйдет, и ничего не останется в памяти. Почему-то ему так вот стало казаться, что это не та профессия, в которой вот можно именно чего-то такого капитального, что ли, достичь, чтобы осталось в памяти людей. Ну, я как-то была с ним не согласна. Мне кажется, если тебе нравится этим заниматься, то, в общем-то, какая разница. Вообще, наверное, мне очень нравилось с папой долго разговаривать вечерами по телефону. То есть несколько часов мы могли разговаривать о чем-то. Это было здорово. Вот чего, наверное, мне очень сильно не хватает. Даже сейчас есть такое желание прямо броситься набрать трубку, а уже некому. Потому что часто такое было, что как бы звонишь и говоришь, о, давай поговорим. И папа всегда рад поговорить. Мог даже все дела ради этого бросить. Вот. Наверное, этого мне очень не хватает. Не пафосный, но трогательный. Честный. Жаль. Ну, я помню, что у меня папа звонил, поздравил. Вот. Сказал, что ляжет в больницу в пятницу. Но больше мы с ним и никогда не говорили. Потому что... Всё. Здрасте. Играет музыка Жизнь, она выбивает сегодня людей. Выбивает, выбивает. И место остается свято, пустым. Заполнить его очень непросто. Мы его помним. Мы будем помнить. Такова жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...